45-летний лидер менгрельского воровского клана Гелыгальский вошел в число 2000 образцовых заключенных, выпущенных на свободу по амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В истории Белоруссии это первый случай, чтобы подобные привилегии от государства получил идейный преступник такого высокого ранга. Сегодня, отсидев за поддельные документы 20 месяцев из назначенных 36, Гелы освобождаются из ИК-15 и Могилева. По нашим данным, на его имя уже приобретен авиабилет до Стамбула. Те же неисповедимые пути, которые привели его на свободу, могут вернуть в большую воровскую политику, на задворке которой Гелу после Испании отшвырнул Шакра, вставший на сторону Бадре. Сегодняшний конфликт между Гулей и Бадре является уникальным шансом для Гелы на сближение с Гулей, если Гелла будет также убедителен в своей полезности с Гулей, как в том, что исправился, с членами комиссии по освобождению. По крайней мере, положительную характеристику Гелия, не считая лагерной администрации, может дать его тесть, Дуяк, уже, как минимум, заручившийся заверением Гуля, что он его не убьет. Несмотря на то, что лично с Гелой во многом из-за его скандальной репутации Гуля ни разу так и не встретился и даже не поговорил, нынешние гулевцы, которых Гуля ополчил против Квати, Гурама и Бадре, это, вчерашние гелаевцы. Именно Гела, а не Гуля, является крестным отцом большинства из них. В конечном счете объединение Гуля и Гелы против общего врага, это то, чего втайне добивались многие менгрелы в окружении Гуля. На счастье для Гелы, он является главным воровским оппонентом нынешнего заклятого врага Гуля. По инициативе Гелы Бадре дважды терял свой титул. Первый раз, с 2002 по 2003, второй, с 2011 по 2015 годы. Именно с Гелой после освобождения Бадре должен был решить свой вопрос, что было условием возвращения ему воровских полномочий на Ереванской сходке. Впрочем, при таком развитии событий вокруг Бадре, который пока не особо пользуется поддержкой коллег, могут сплотиться многие недовольные Гелой. Не считая Гурам и Асатрянов, в свое время немало претерпевших от Гелы и Ко, врагами Гелы также является самый мощный воровской клан Таро и Мираба. С последним у Гуля наладились особенно доверительные отношения, поэтому будущее Гелы зависит от того, насколько принципиально сухумцы будут добиваться его крови. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.